глядите хорошая новость видите сегодня 25 июля будем смотреть этого индюшонка ты уж то уже высох что ли подержи пожалуйста вот я положила посмотреть на плод маленький но это позавчера только положили когда 23 позавчера правильно 7 25 так тут наклюнулся один два тут плохих я точно знаю их просвечивала они не выведутся два не знаю каких правда не смотрела вечером я ты тоже высох и ты сидишь отдыхаешь давай подожди кого-нибудь вот это вот наклюнуты два плохих это сто процентов потому что я помню просвечивала они там болтуны какие то просто я уже сейчас ими не занимаюсь вылупиться вылупиться что тут тебе тебе не жарко и и пестренький у нас не беленький давай подожди кого-нибудь я вас посажу несколько человек ой несколько сняла бы хватает ну вообще-то и пищит и тукает здравствуйте меня зовут дырали ванчук и я живу в деревне сегодня еще такой вот сюрпризик у меня для вас вчера вывелись 55 индюшат и опять очень красивые два вот этих вот этих смотрите очень красивые это обычные это будут может быть белые а вот эти будут очень красивый очень и опять я их пора даю опять я не посмотрю в муслимус опять расстроиться я знаю вот они уже у нас кушать все в туалет сходили молодцы пьют хорошо на вчерашний день они вот выпили уже половинку я наливаю сутки они обычно сутки лежат но эти вот этот самый первый вылупился вот этот вот темный самый первый утром уже он был там а к вечеру вылупились вот эти все вылупились очень хорошо очень я не видела не слышала в общем прихожу скорлупки все шапочки подняты хочу снять фильм про то что не надо брызгать яйца кто придумал ерунду буду всем говорить пропагандировать потому что перестали 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 все заботы нету у меня нету не остается яиц которые не вывелись выводятся все вот у меня вот эти вот вывелись 5 и еще два были какие-то неоплодные или замерзшие в самом начале там они прозрачные в общем и одно яйцо я закладывала позже она там останется лежит вот теперь из того что вы видеться то моё потому что сейчас человек придет я специально снимаю пораньше она придет сейчас за ними у нее курица вивела вывела цыплята она хочет подложить но немножко три или что ли цыпленка и она хочет подложить вчера тоже вывела ей вот этих вот индюшат ну как получится посмотрит захотела захотел пожалуйста это тоже красивый с таким с красным налетом этот нечисто белый красивые душат у нас муси которые оставить правда ну правда красивые от него не шата рождаются у меня есть три вот этих вот взрослых уже по четыре месяца душата вы если будут там индюшки например две штуки то будет неродная кровь теперь мусик умеет топтать красивые очень пропаиваю только прополисов годным больше ничем там и витамин противовирусные противобактериальные средства очень хорошая сейчас я всех цыплят всех индюшат всех утят пропаиваю только прополисами все никакими таблетками нерафлорами байбоксом ничем поют не знает я придумала слома можно так нельзя не знаю покажу это же красавчик старая гуляй чем больше гуляешь тем лучше для тебя вот такие мидюшата конечно чудесные вот ты мой все убираем некрасивый некрасивый поступок совершил ну-ка идите 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 это вот такая еще первая зелень у них выходит это еще первая зелень ну все сейчас придут уже буквально с минуту на минуту поэтому снимаю на память ну это и тос на солнышке греешься да нохи лежи 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 грейся на солнышке ты моя козелла она сначала всегда попробует пошлепает губами посмотрите ей понравится если то она пьет здесь конечно жарко я ее привязала здесь немножечко покушать около дома никошина еще потому что там у нас косили сегодня она боится что копыта тебе стричь пора уже да это пора стричь вот сейчас пойдете домой вот филя филя кто это коза не знакомься иди козе подойти даже не встает вот какая ленивая нюша там тебя зовет молока пососать это стричь надо ну ладно отдыхай ну вот пришла мне волшебная коробочка из грандстока кстати вот смотрите вот смотрите шторка это я прошлый обзор делал из грандстока штор шторы и зелена с этого сайта я вам немножко потом повернул камеру или может быть вам даже видно смотрите они у меня висят теперь в гостиной на первом этаже и посмотрите как они сочетаются с ирисами вот видите обои и вот эта шторка очень хорошо мне очень нравится это сочетание я передумала хотела спали на втором этаже но повесила сюда и очень довольна это из грандстока что тоже шторы и так давайте смотреть что волшебной коробочки я сейчас вам все покажу расскажу а потом покажу как получится у меня пока смот потому что очень хорошо что миша здесь и кстати говоря и не на здесь вот и вот этот фарточек мужа использовали мужа если честно мы уже вот мишкины уже померили побегали фартук не на поиспользовала вот этот фартук для парикмахера в нем можно все это все она у нас когда приезжает у нас педикюр миникюр парикмахерская все на свете и вот смотрите как какой хороший фартук для парикмахера это я для нее заказала потому что она у нас все умеет делать этот фартук для парикмахера стоит он безразмерно пятьсот двадцать три рубля так но потом тогда я покажу что в себе для торговли заказала и сегодня я идут торговлю попробую снять как получится у меня вот такой передачи кстати говоря на одном канале я увидела эти фарточки не конечно я мне очень понравились я быстренько тоже заказала себе такие же 54 размер вот смотрите если честно я еще не мерила 54 должна влезть очень красивый синий цвет мой любимый очень красиво с карманами все положить можно туда и телефон и все молния на боку это я должна померить сегодня и показать вам вот вот этот передничек стоит если четвертый размер 455 рублей и сарафанчик для продавца вот этот вот красный желтым сразу скажу что он стоит 387 рублей там правда был другой цвет серый с фиолетовым я заказывала серый с фиолетом но они потом мне позвонили сказали такого цвета нет вот такой вам будете брать или нет но я не отказалась желтенький с красненьким по 8 карманов между прочим вот такой фарточек не знаю идет мне или нет синенький мне точно идет так вот два фарточка не обязательно ходить на торговлю естественно очень удобно ходить в огороде потому что у меня очень мало одежды с карманами это очень жалко потому что в огороде работать обязательно нужны карманы для всего для семян для пачек для секатора для телефона вот я думаю что вот этот вот красненький тени я буду на торговлю носить окрасненький в огород это будет очень хорошо потом смотрите вот такие вот я заказала на водочки это 2 наволочки из поплина они такие вот очень хорошего высокого качество эти как они как такие как набивные Это я заказала специально. У меня есть огромная большая подушка, которая у нас лежит в беседке. И мы когда отдыхаем на диванчике, вот она такая огромная, и она как будто спинка на диване. И у нее нету наволочки хорошей, большой. Вот я заказала такие наволочки, и вы потом увидите, я буду там обзоры снимать всякие разные. Вы увидите потом эту подушку с наволочками, и она под цвет подходит. Красенький, там все у меня красенькое, бордовенькое. Будет очень красиво. Вот эти вот наволочки, но они не дешевые, но они очень, я чувствую, что очень хорошие. Наволочки стоят две штуки, 687 рублей. И они не просто наволочки, они с такими, вы знаете, бывают наволочки с простроченными краями. Вот смотрите. Ну, это надо показать на подушке, как красиво будет. Ну, очень хорошие. Огромные, большие. Цвет хороший подходит мне. Вот. Так, дальше я заказала носочки. А, вообще, моя посылка, сейчас я вас заинтригую, называется «Готовься они летом». Ну, это часть посылки. Ну, часть, как сейчас использовать, а часть для зимы. И потом, в самом конце, опять сюрприз. Я люблю какие-нибудь сюрпризики. Поэтому пока вот это оставлю, а покажу Мишкины вещички. Вот такие штанишки. Ну, я не знаю, я хотела сказать, что к сожалению, но на самом деле, наверное, не к сожалению. Потому что вещей у него сейчас много, а это на вырост получается. Ребенок растет. И буквально через полгода, я думаю, эти штанишки будут ему как раз. Они ему большеватые. Мы закатывали вот здесь вот снизу, когда я показывала. Я вам покажу. Мы закатывали, когда мерили. И по качеству они очень хорошие. Они такие приятные. Вот я их щупаю. Очень-очень приятные. Я не знаю, что это за ткань. Брюки детские. 620 рублей. 34 размер. Они большие ему, честно говоря. Но на вырост. Хорошие штанишки. Я не жалею, что я заказала. Очень хорошие. И интересная такая расцветка. Не просто такая защитная, а, в общем, интересное что-то. И пижамку ему заказала. Я когда о ней не спросила, Нина говорит, что им Мишки заказать? Она говорит, заказывай пижамку. Пижамки – это расходный материал. Пижамки всегда нужны. И пижамка тоже большеватая. Но пижамка – ничего страшного, что большеватая. Это всегда и в садик ходить нужна с пижамкой, и на сменку. И здесь пижамки нужны. И там пижамки нужны. И в садике пижамка нужна. Пижамок очень много надо. Поэтому я заказала такая кофточка со стрекозами. И вот такие вот штанишки. Они тоже большеватые. Но, в общем-то, ничего страшного. У нас Мишка очень высокорослый. Мишке 4,5 года. Кто спрашивает, сколько ему? Ему 4,5 года, но очень высокий. Как 7-летний пацан. Потому что у него высокая мама, очень высокий папа. И, конечно, он, наверное, когда вырастет взрослый, он будет выше, чем папа и мама. Это точно. Потому что акселерация. Все всегда дети вырастают выше своих родителей. Поэтому на вырост. Так. Ну и вот пошло уже к зиме. А еще в мешке заказала боксеры. Не буду открывать трусики такие для него. Боксеры серенькие. Хорошо. Так. И вот заказала себе такие. Понравились. Мне очень-очень понравились такие носочки. Во-первых, цвет очень понравился. Во-вторых, расцветка. Во-вторых, я почитала состав. Состав 80% хлопок, 17% па, 3% эластан. Я думаю, что они будут крепкие, приятные. Так. Сейчас я открою. Носки стоят 6 штук, что стоят 310 рублей. Вот. По две пары каждого. Смотрите. Носочков у меня теперь. Нина мне подарила носочков всяких разных. И вот теперь такие носочки. Можно носочки. Ничего страшного, что они теряются. Потому что они постоянно теряются. Кто-то их у нас, какой-то барабашкой их куда-то крадет. Хорошо, что по две пары одного цвета. Это очень хорошо. Когда я вообще поняла опыт жизненный показа, что нужно покупать одинаковый цвет. Хотя бы две пары. Потому что одну барабашку украдет. Получается, у вас разнопарок нет. Можно использовать цвета. Так. Ну и розовенькие две пары. И черненькие две пары. Очень красивая расцветочка. Мне понравилась. Смотрите, какая расцветка. Прямо какие-то узоры, цветы. Какие-то лианы. И самая приятная покупка моя. Сейчас, где там цены. Эта покупка следующая стоит. 833 рубля. Для этой покупки это недорого. Вы сейчас увидите. Вот. Вот. Я вас удивила? Валенки. Валенки. Когда мне предложили на обзор что-нибудь заказать. Я когда посмотрела, полазила по сайту, увидела валенки. Сказала, обязательно закажу. И сейчас что я думаю? Я заказала одну пару. И жаль. Потому что там был. Сейчас скажу, какой размер. Валенки 42 размер. Я подумала, это только Вадиму. Но на самом деле, они, во-первых, подсядут. Их можно прямо специально по снегу походить, по мокрому. Потом высушить. Они подсядут. И на меня было бы хорошо. Да и вообще, хорошо надевать валенки, когда они большого размера. Носков побольше шерстяных. Зима-то самые, знаете, все бежевые. У нас суровые. Вот. Смотрите. Вот такой валенок. Второй валенок я уже преобразила. Смотрите, что я сделала. Потому что я заказала еще специальные калоши. Потому что нужно ходить в сарай. В валенках, когда мокрых, ходить в сарай не очень хорошо. Во-первых, они мне высокие. Я их подогнула. Надела вот такие калоши. Калоши я тоже там заказала. Калоши прозрачные. Стоит 319 рублей. Подобрала по размеру калоши 44 размера. А эти какие? Какие-то 44. Это, может, которые поменьше. Одни 44, одни 39. Наверное, эти 30. Нет, они бы не налезли. 44 размера. Вот такие калоши. Вот они. Смотрите, прозрачные калоши. Вот. Очень удобно. Их можно надевать на валенки. И все. И они не мокнут. Они не скользкие. В общем, вот такая у меня сегодня. Покупочка. Такой вот небольшой обзор. И я вам покажу обязательно еще показ мод. И смотрите. Приятного просмотра. Просто, да? Петухи кричат. Доставай, доставай, доставай. Вот это танк. А где танк? Танк? А вон он, смотри, что там. Это твой танк, что ли? Это мой танк попал. Так. Режкам же надо. А здесь растут? Да, тоже поливай правильно, да. На цветочки-то не надо. Корешочек поливать надо, Миш. Миш, корешочек. На землю надо лить. Вот, молодец. Продолжение следует... Продолжение следует...